Это плохо. Серьезно? Серьезно? Здесь не страшно. Ребята, всем привет! Меня зовут Катерина Аданка и спасибо, что зашли на это видео. Сегодня у нас на обзоре будут новинки от Худу Бьюти. И знаете, наверное, если бы ни одна из последних новинок от Худы, на все бы остальные продукты я бы даже не посмотрела. Вот честно. Но как-то так звезды сошлись. У Худы вышли две новые палетки девятки, такие очень цветные, называются они Color Block. И об этом я, кстати, писала в своем Телеграме. И там я их, знаете, как-то, ну не то чтобы раскритиковала, я просто к ним отнеслась супер скептически. И как-то в последнее время так получается, что ко всему, почему бы я не отнеслась скептически, я потом покупаю. Не знаю, как это получается. И так уже было, например, с палеткой Тандаши Диноны. И с еще одним брендом, который ко мне еще не пришел. Возможно, даже сегодня придет посылка, и мы с вами увидим, что же это. Ну, в общем, тоже, тоже раскритиковала. Такая, думаю, никогда не буду брать, и вообще фигня. И в итоге, как говорится. Ну, ладно, не об этом сейчас. Факт в том, что уходу вышли эти девятки. И да, я сначала думаю, ну что-то как-то все, так знаете, там получится скучно всего два цвета в палетке. То есть, да, можно там что-то покомбинировать. Потом я все-таки присмотрелась. И изначально я говорила, что синий-зеленый вариант палетки прям, ну, интереснее, ну, прикольнее, ну, ярче, можно что-то покреативить. Но, когда я добавила ее в корзину, я все-таки включила немного голову и поняла, что, наверное, я ее в обычной жизни пользоваться не буду. Это прям вообще, ну, когда действительно нужно, ну, что-то такое прикольное сделать, разовая акция, одним словом. И все же выбрала оранжево-фиолетовый, потому что я понимаю, что для меня она в жизни более применима. Там есть оттенки, которыми я могу пользоваться на каждый день. В общем-то, потом я думаю, ну, блин, одна палетка что-то как-то не очень. Надо еще что-то. И увидела еще уходы новинки. У нее недавно вышли вот такие вот румяны в стике. Их там, по-моему, есть то ли пять, то ли шесть оттенков. Я выбрала, выбрала Rebel, да, Rebel Red. Это оттенок, который показывал на себе именно хода. Почему выбрала этот оттенок? Да, потому что у меня просто нет красных румян. Вот и все. Как бы выбор был очевиден. И еще два продукта я дозаказала просто потому, что они вышли в мини-формате. Это не совсем новинки, просто вышли вот эти маленькие форматы. Да, была у меня распаковка, кстати, на канале. Совершенно спонтанная. Просто тоже пришла посылка. Я вам все это дело показала live. Ну, как бы словно live. Как я это распаковала, как я офигела от размеров этих мини-форматов. И что же я заказала? Заказала я себе тушь. Legit Lashes, она, по-моему, называется. Да. Вот такая вот тушь двухсторонняя. Я знаю, я слышала на нее отзывы. Именно вот на черную версию. То, что не всем она понравилась, не всем она зашла. У них вышел новый цвет этой туши. И именно в мини-формате, в большом формате, наверное, тоже. Я не уверена. В мини-формате точно есть синий такой электрик цвет. Сначала даже я его добавила себе, собственно, в корзину, потому что думала именно с той палеткой. Синий-зеленый, думаю, будет прям вообще что-то такое, знаете, бомбически сочное такое, яркое, с синими ресницами. Ничего такого не было. Потом, опять же, включила голову, думаю, ну я же не буду ей пользоваться, скорее всего. Не стала покупать. Взяла черный вариант, чтобы просто попробовать потестить. Ну и плюс вот такой вариант туши поменьше стоит 15 евро 95 центов. Я сейчас вижу на немецкой сифоре. И заказала себе еще... Прости, господи, подводку. Ну, это вообще боль. Мне прям, мне аж слезы проступают. Не знаю, что глаза заслезились. Почему? Почему это боль? Да потому что как-то это вообще грустно. Как будто бы, я не знаю, мне продали что-то из адвента ненужное. Такой пробничек мне продали. Сколько она там стоила? То ли 11, то ли 12 евро я за нее отдала. То ли 10. Ну, вот где-то так. Я в любом случае буду картинки, фото, цены прикреплять. Прикреплять все. И я была уверена, ну, что-то как-то побольше она будет. И почему я выбрала эту, собственно, этот пробник. Мне просто понравилась кисточка. Я видела то, что она такая супер тоненькая, супер вообще маленькая. Думаю, о, круто, можно будет прикольно какую-то графику сделать. Вот, в принципе, такая вот мысль у меня была. Такая вот идея, когда я заказывала данный мини-продукт. И, наверное, мы еще с вами сравним. У меня есть вот такая палеточка тоже мини... Как это? Тофи Браун она называется. Была эта палетка где-то, наверное, год назад. У меня был тоже обзор на эту палетку. Но лучше его не смотреть. Это такая антиреклама. Потому что я немножко поменяла свое мнение. Сегодня, наверное, мы их сравним. Хотя, вы знаете, просто по ощущению, по качеству. Что-то изменилось, не изменилось. Потому что есть ощущение, что что-то, ну, поменялось в формулах. Посмотрим. Так что я предлагаю сейчас в первую очередь доделать макияж лица. Чтобы уже посмотреть на румяные. И потом уже приступим к глазам. Потому что, конечно, весь акцент у нас сегодня будет на глазах. Кожу я подготовила, чтобы наносить те самые румяные стики. И давайте на них поближе посмотрим. В первую очередь, конечно, что нам бросается в глаза. И вот эта матовая часть, она мне прям нравится. Она приятная. Ее приятно в руках держать. Она такая прям мягкая. Ну, какая-то гладенькая. Очень приятно. Но у этой мягкости есть свой минус. Поскольку это такая матовая поверхность, на ней прям как-то видно отпечатки жирненькие. Знаете, они не то чтобы бросаются в глаза. Но я пыталась как-то протереть. У меня ничего не получилось. И вот какие-то постоянно такие отпечатки на ней легко очень остаются. И это не классно. Что касается верхней части этих румян, то здесь все не классно, правда. То есть вот этот пластик, он прям очень дешево выглядит. Но за 25 евро 95 центов можно было немножечко получше, чтобы хотя бы пластик не был таким дешевым сделать. Но да ладно. Ну да, кстати, 25 евро 95 центов это на немецкой сифоре. В Дугласе они стоили 24, по-моему, евро с чем-то. И это у нас за 5 грамм. Да, я вам не сказала, не точнила, у нас 5 оттенков, а не 6, если что. Ну там классические оттенки, коралловый такой, нейтральный, розовый, красный и более такой вишневый. В принципе, все понятно. И знаете что? Когда я заказала эти румяна вместе, по-моему, с палеткой я их заказывала именно на сифоре, я буквально, наверное, где-то через 2 дня, когда мне пришла уже посылка, увидела в Дугласе скидки на эти продукты. На все эти продукты были скидки 10-20% это просто, это ну как ножом по сердцу, по кошельку. Ну серьезно, ну евро 7 бы я точно сэкономила, потому что вот эта палетка, например, стоит у нас 29 долларов, о, долларов, что сказала, евро, и она стоила 23 евро. 23 евро? Серьезно? Серьезно? Вы почему такие уведомления Дуглас не присылаете, то что скоро будут скидки? Ну хотя да, конечно, для вас это невыгодно. Я была прям в печали, в сердцах, потому что я только-только все заказала, как через 2 дня я вижу эти скидки. Что касается вот этих тоже пробников, вот эта вот штука стоила вообще, она стоит на Сифории, вообще в Дугласе она стоила 15 евро, продавалась она после на скидки за 12 или что-то за 11, и вот эта вещица стоила что-то порядка 7 или 8 евро на скидках. Ну просто, ну зачем так делать? Мне кажется, они просто сидят и отслеживают, когда люди что-то закажут, и потом они такие, хоп, делают скидки, чтобы вы еще что-нибудь заказали. Но я ничего не сказала, почти. Короче, я была расстроена, для меня это как-то, ну, дороговато, плюс тут всего 5 грамм, можно было, конечно, побольше. С другой стороны, у них не такой большой расход. Давайте посмотрим на сводчик. Ну, в принципе, очень такой насыщенный красный оттенок, но он не на какой-то теплой подложке, он больше, я бы сказала, на... Но вот при искусственном свете видно, что там больше чего-то такого розовенького, я бы так сказала, если подразмазать давайте. Или, или... Нет, ну нет, наверное, что-то такое больше персиковое, коралловое, но нет, не розовое, я ошиблась. Внутри у нас есть отдельные блестки, они, наверное, я не скажу, что они видны на коже, то есть на коже я этого совершенно не заметила. Они там есть, но они прям вообще какие-то такие минимальные, то есть они, наверное, просто придают какое-то такое легкое сияние, и все. То есть я не заметила, как бы... Нет такого ощущения, что у вас тени сыплись, вот так, такого нет. И это, слава богу, это хорошо. Как я наношу данный продукт? Я просто ставлю себе точку, две, три, сколько хочу, на щеку, и начинаю просто тушевать кисточкой. Не ту взяла кисточку, почему я делаю это именно кисточкой? Просто, просто мне неудобно в последнее время это делать пальцами, как-то, когда я тушу какой-либо продукт пальцами, он может подразъедать то, что находится снизу под воздействием тепла рук. Как-то я это за собой заметила, хотя я понимаю, что есть некоторые продукты, которые все равно нужно разогревать, если они восковые. И обратите внимание, я поставила пятно, сижу тут болтая, все нормально, все хорошо, и не переживаю о том, что они у меня как-то застынут. И они не застынут, и это очень классно на самом деле, потому что вы не поставите себе пятна, у вас нет какого-то давления, времени, что вам нужно быстро все там как-то растушевать, чтобы у вас не было пятнышка, это классно. Они не разъедают под собой продукт, то есть, ну, по мне, так это очень классный, хороший кремовый продукт, с которым справится, наверное, любой. Я прям увлеклась нанесением румян, для меня это как такая расслабляющая игра, что ли, я могу постоянно поднаслаивать, смотреть, как мне нравится. Если мне не хватает румяна, я добавляю, сижу, тушую, тушую, и мне все равно просто нравится, даже если я немножко перебарщиваю, мне просто нравится оттенок. И, как видите, я еще румяна нанесла на губы, и, по-моему, все тоже очень классно смотрится. Я не стирала карандаш, карандаш там был максимально базовый, нюдовый, и мне кажется, прикольно. Но посмотрим, как он будет ощущаться дальше, потому что некоторые румяна не предназначены, все же, для нанесения на губы, потому что они могут как-то сушить, в них не всегда есть такое количество увлажняющих средств, как, например, в помаде. И пока что я еще не поняла, нужно, что прошло время, но чисто внешне мне прям нравится, мне кажется, симпатично выглядит. Что касается, кстати, стойкости этих румян, я с ними проходила порядка, наверное, 8 часов, и я не увидела, чтобы они как-то исчезли, пропали, куда-то сошли, сползли, ничего такого подобного не происходило. То есть больше половины рабочего дня вы точно с ними спокойно отходите, а там уже как бы все равно уже пора будет умываться. В общем, как-то так. Ну что, давайте, наверное, приступим уже к глазам, к палетке. В первую очередь, конечно, посмотрим на свочи и сравним ее с палеткой, которая у меня есть другая, вот та самая Тофи. Что здесь не так? Например, в этой старой палетке нужно мне, конечно, засучить рукава, потому что будем с вами сейчас свочить много. И вы видите уже два такие замыленные рефила, это учитывая то, что я ей очень мало пользовалась. Я ей пользовалась перед тем, как здесь снять видео, и, ну, может быть, потом пару раз, потому что это достаточно сложно. Эти рефилы не набираются ни одной кистью. Они просто каменные, такое ощущение, что им просто лет 20, а то и больше. Они каменные, очень плохо набираются даже на палец, что уж говорить про кисть. Что касается других оттенков, здесь абсолютно такая же история. Но, опять же, я говорю, когда я купила первый раз эту палетку, это была, по-моему, самая первая палетка моей от Худы, тогда мне нравилось все. Мне не с чем было сравнить, и я, как бы, да, я только училась, поэтому я не советую вам смотреть это видео. Вот мы сейчас как бы с вами посмотрим. Да, здесь есть другая текстура, которая получит, то есть сразу видно, что набирается как бы нормально. И есть еще одна текстура, которая такая желто-зеленая. Она тоже, в принципе, неплохо набирается, но, честно, опять же, за 29 евро, мне кажется, можно найти палетку с похожими оттенками, которые будут набираться все нормально. Потому что вот эти два оказались не самыми интересными, такими, знаете, удобоприменимыми в жизни, удобными, в общем-то. И плюс здесь такая, знаете, зепра. Я думала, смешается, будет какой-то прикольный оттенок. В результате ничего там толком не смешалось, толком это никак красиво не выглядело. И вот эти два оттенка, но они максимально скромные, скучные. Такие себе, одним словом. Давайте посмотрим на сводчики. Я вот думаю, как мне вам сейчас показать сразу две палетки. Надеюсь, у меня это получится. Вот этот оттеночек, он такой, знаете, с оранжевыми вкраплениями, но я не скажу, что они видны именно как вкрапления. Это скорее просто, знаете, золотистые блестки. Я вот еще раз продублирую, чтобы было просто лучше видно. А предыдущие фиолетовые, это просто фиолетовые с более такими светлыми блестками. И есть здесь у нас еще вот такая любопытная история. Двойной рефил. Я, наверное, по отдельности их засвочу, чтобы было видно оттенки. Они тоже мягкие. И мне кажется, вот этот оранжевый, он прям мягче, чем все остальные. Вместе я их, конечно, не смешиваю, но как бы зачем? С одной стороны. Да и, честно говоря, я вообще не особо смысла вижу вот в этом разделении. Мне кажется, лучше бы... Ну, хотя... Ну, хотя с другой стороны, это расширило цветовую палитру. А с другой стороны, ну, что тут она расширила? Может быть, стоило какой-то тогда посветлее золотой сделать? Либо какой-то прям лавандовый сделать оттенок, чтобы, ну, действительно было разнообразие, потому что вот эти три фиолетовые. Ну, по факту, надо сразу понимать, что на глазах они не будут прям кардинально отличаться по цвету. То есть, это нужно прям, ну, иметь в виду. Да и, в принципе, видно, что у них нет какой-то прям колоссальной разницы. Она прям минимальная. Что касается матовых, их у нас пять штук. И есть шестой рефильчик. Это у нас подводка на водной основе. Либо разбавлять ее водой, либо мицелляркой, либо каким-то, я не знаю, спреем для макияжа. Я разбавляла просто мицелляркой, потому что видела в каком-то туториале то, что так можно делать. И это работает, это правда работает, но вот проблема-незадача. Я так понимаю, как просто матовый, я его не смогу использовать в силу того, что у меня просто не высох. Возможно, надо было ее открыто вставить, чтобы она нормально высохла. Ну, высохла, но это, конечно, так себе история, учитывая, что он тут стоит, так собирает микробов. Ну да ладно, ну да ладно, мои же микробы, наверное. Все остальные просто матовые. Давайте тоже посмотрим на их сводчики. И подводку я потом отдельно вам покажу. Здесь, конечно, разнообразие все же побольше, то есть есть лавандовый оттенок, есть горчичный, фух, что-то летит все оттенок. Есть такой персиковый оттенок, фиолетовый оттенок. Вот почему нельзя было сделать, например, лавандовую сияшку, либо персиковую сияшку. То есть рыжая есть, оранжевая, которая соотносится с этим горчичным, а вот персика нет. Тогда уж лучше я говорю, потому что две фиолетовые сияшки есть, и было бы логично сделать тогда бы персиковую. Но нет, нам не сделали. Есть еще более такой прям совсем оранжевый оттенок. Вот сюда я его нанесу. Ой, какой яркий, в принципе, прям очень. Ну, в принципе, сводится все хорошо, все красиво. В общем, вот такая красота у нас получается. Здесь, как видите, да, все было гораздо более печально, здесь немножко повеселее, потому что, в принципе, поярче, помягче. Я думаю, здесь должен быть эффект получше. По матовому я говорю, как видите, все очень ярко, ощущается абсолютно так же. Что касается рефилоподводки, я его сейчас намочила немножко водичкой, и когда вы его мочите, он такой немножечко светлее становится. Ну, знаете, как будто просто краски какие-то. Просто покажу вам линию, как это все дело выглядит. Ну, выглядит, на самом деле, симпатично. Все очень четко, ровно, хорошая подводка, и с этим можно что-то делать. Когда высыхает, просто высыхает, как такую, ну, матовую, матовую тень. Консилер Can Stop от NYX я наношу на все века. Будет некая такая база основы. Пожалуй, я полезу сразу в такой темный фиолетовый, ну, чтобы сразу его посмотреть, так как это достаточно сложный оттенок. И чаще всего они получаются немного такими пришивыми. Посмотрим, как получится его нанести. Но я его, конечно, сейчас буду носить опять же в набивочку. Такая плоско-пушистая кисточка, достаточно большая, как просто, ну, основа на все века. И от него уже будем тушевать другим цветом что-нибудь. Что-нибудь, надеюсь, у нас получится. Будет что-то, наверное, какая-то такая матовая форма, а потом уже будем добавлять сияшку. Но, в принципе, вот пока что плотненько ложится неплохо. Но посмотрим, как будет в тушевке. Осыпания я пока что не вижу, но когда начинает тушевать, начинают появляться проплешины. Есть такой момент, но это, конечно, еще такая достаточно плотная кисточка. Сейчас возьму кисть поменьше и уже другой оттеночек. Нашла кисть с горем пополам, и теперь буду набирать сиреневый лавандовый оттенок, и он у нас пойдет уже по тушевке. Конечно, тени немного ощущаются такими суховатыми. Есть такой момент, и их достаточно долго нужно тушевать. Ну, в принципе, фиолетовым, правда, сложно. Я поэтому с него и начала, но чтобы как бы сразу увидеть, сразу такой самый такой яркий оттенок увидеть, понять, что от него ожидать. И вот если я тушую, то, конечно, он начинает подсниматься. Ну, есть такой момент. У нас тут гроза начинается, а Соньки дома нет. Ходила, звала Соньку. Она не пришла, походу, уже нашла себе где-то нычку, сидит, прячется, потому что гром прям такой лютый был сейчас. Кстати, я смотрела в другое зеркало, там, где поменьше света, и там все выглядит гораздо лучше, нежели чем здесь, потому что здесь, конечно, видно, что немножко пришивит, немного так все разлетается, и нету такого, знаете... Ну, просто нет такого фиолетового насыщенного оттенка, какой бы я хотела здесь видеть. Но, в принципе, я говорю, я этого не ожидала от этой палетки, я не ожидала от нее того, что здесь будет просто что-то вроде Наташи Динона. Нет, конечно, это же худо, она и столько дешевле. Ну да, конечно, по центру века все благополучно смахнулось, но ничего страшного, сейчас беру свой пальчик, просто, наверное, окунаю в какую-нибудь сияшку, давайте, наверное, вот в эту, потому что она поинтереснее. Ну, хотя, знаете, вот она тоже как будто бы начинает замыливаться. Хм, может быть, зря я ее хвалила? Я почему-то была уверена по первым касаниям, по первым сводчам, но так, конечно, ничего у нас не перенесется, совершенно ничего. В общем, я была уверена по первым касаниям, первым сводчам, то, что это будет немножко что-то получше, как будто бы, может быть, я не знаю, может быть, я себя так просто утешала, что они... Блин, улучшили качество, у меня там все падает, как обычно. Наношу базу для глиттеров от NYX. Ну, набираю на пальчик этот оттенок, все-таки тоже жестковатый, и он прям тоже начинает прям постепенно замыливаться. Да, этой палеткой надо прям попользоваться, чтобы понять ее минус-плюс. Ну, кстати, вот с базой сразу все хорошо наносится, сразу передается оттенок. Если у вас там что-то такое сухенькое на веки, то не ждите, не ждите никакого сияния, ничего не получится. Кистью даже пытаться не буду наносить, потому что, очевидно, будет провал. О, гремит. Сильно гремит, я надеюсь, что мне тут ничего не перегорит. Давненько у нас грозы никакой такой не было. Так, ну, в принципе, получается прикольно, но, наверное, 29 долларов она не стоит, 29 евро, 29 долларов, без разницы. Так, ну что, на нижний век, я не знаю, я, наверное, нанесу все-таки оранжевый оттенок, попробуем его. Вот здесь этот оранжевый у нас находится. Вот чуть-чуть теплые цвета, конечно, у Куда хорошо получается, но мне кажется, теплые, оранжевые, розовые оттенки уже все бренды научились делать. И здесь, ну как бы, если это будет какой-то плохой оттенок, какой-то неяркий, плохо тушующийся, ну это будет прям печально. Но здесь, конечно, в принципе, ну мы сразу видим, мне кажется, большая разница с фиолетовым, потому что фиолетовый сразу наносился. Вроде бы ты первый раз ставишь, когда кисть, достаточно плотно, и стоит буквально пару движений сделать, как ты видишь то, что постепенно-постепенно появляются какие-то проплешины. Я надеюсь, с оранжевым такого не будет. Набираю такой горчичный оттенок, и его я нанесу, наверное, ближе к уголочку глаза. Персиковым оттенком я пройдусь по границе. Че, нагулялась? Пришла назад? Гремит там, да. Так, просто по границе пройдусь, чтобы все дело подтушевать. Мне на самом деле очень нравится именно сочетание фиолетового и оранжевого вместе. Они прям, ну какие-то такие насыщенные, при том это не выглядит как-то слишком. Как-то вот они вместе гармонично смотрятся. Именно поэтому я эту палетку выбрала, и макияж, который я делала до этого, он прям вообще, он вроде бы яркий, и в то же время какой-то очень легкий, нежный, что можно прямо и на выход, и в магазин куда-нибудь с ним съездить, серьезно. Набрала еще немножко лавандового, чтобы прям помягче тушевку сделать, и в целом, знаете, вот я сейчас поднаслаиваю-наслаиваю, и получается-то неплохо. Ой-ой-ой, у нас там дождь идет, пойду еще раз Сонику позову. Соника все еще не пришла, но ее проблемы. Я пыталась, я завала. Так, набираю оранжевый оттенок, его я нанесу в уголочек глаза. Ать-ать-ать, очень ярко, очень даже темноватый, я бы сказала, для уголочка глаза. Наверное, придется добавить какой-нибудь желтый хайлайтер, чтобы немножко это все дело сглазить, потому что, ну хотя, ну хотя, хотя зато ярко. Темновато, но ярко. Я очень надеюсь, что вас не нервирует сейчас этот звук, потому что на самом деле очень сильный дождик начался, там прям как с ведра льет, плюс гремит гром, так что там все в кучу. Я очень надеюсь, что меня будет нормально слышно, и вообще, что у меня ничего не вырубится. Нашла самую тонкую кисть, которую только возможно, и сейчас набираю подводку, сделаем ей стрелку, почему нет, а потом, если что, оформлю черный, смотря как будет смотреться. Ничего в целом, рисуется, рисуется, все нормально, ну как обычно, я говорю, акваподводка здесь, мне кажется, плохо быть не могло. Сейчас мне понадобится черная подводка, но нет, не та, что отходы, ей я даже сейчас пытаться не буду рисовать именно на этом глазу что-либо, потому что она не тянет. Я сейчас объясню все попозже, я, наверное, вот на этом глазу сделаю просто что-то очень легкое максимальное, и на нем мы посмотрим на тушь и посмотрим на подводку, чтобы было максимально хорошо видно эффект. А потом я сделаю третий макияж, уже за кадром, возможно, под музыку, просто какой-нибудь, как-то комбинирующее, подумаю, ну, чтобы что-то прикольненькое, возможно, сделать, а, возможно, что-то базовое. Кнопа нервничает, ходит, мяукой-туркает, к нему, а? Кнопа, делай жизнь на постель, здесь не страшно. Ну, ты-ты что такое? Ты испугалась? Нет, или тебе пофигу все? А знаете, все-таки я возьму подводку от Худы и покажу, как она идет под теням, потому что, ну, как бы, ну, а как иначе-то? Для этого мы ее и берем с другой стороны, вы сейчас видите линию, которую я сделала именно подводкой для бровей или как-то маркером для бровей, и берем вот такую мини-мини-подводку, мини-кисточку. На самом деле, вот самая-самая проблема, это то, что супер неудобно держать, то есть этого просто мало, хочется нормально взять, и, наверное, даже не сколько сама подводка, сама кисточка, а именно вот именно формат, как ее держишь, неудобен. Прям очень сложно контролировать линию. Сейчас вы, наверное, задаетесь вопросом, а что я хотела, чтобы вы увидели? Она немножко полежала, постояла, и этот кончик напитался продуктом, но если вы хотите что-то долго рисовать, делать стрелку потолще, либо же, не знаю, ну, что-то просто побольше рисовать, то очень быстро из этой кисточки уходит продукт, и она быстро начинает подсыхать. Нужно ее постоянно промакивать, постоянно разрисовывать, чтобы, опять же, была вот такая черная хорошая линия. Сейчас, конечно, да. Когда я только начинала ей рисовать, вроде бы все было ок, но стоит ей немножко побыть открытой, стоит ей немножечко вот постоять, полежать, порисовать. Ой, мне еще тут так криво все получается, ну да ладно, все равно умоюсь. Просто смотрю и самой не нравится. И факт в том, что стоит ей полежать открытой, постоять, как она просто перестает рисовать. Я вот сейчас специально ее вот, ну, как бы вот сейчас была свежая линия, вот если бы она так рисовала, было бы хорошо, если была бы ручка подлиннее, было бы еще лучше. Но, в принципе, вот, она уже начала как-то так пятнить, потому что она уже начала подсыхать, и она уже так не рисует. То есть, как вам показать, вот так вот постараюсь. То есть, нету этой такой тонкой линии, то есть, которую вы бы хотели получить от такой вот кисточки. То есть, для меня это был такой, знаете, найти вариант подводки, который будет такая хорошая, черная, с такой маленькой тонкой кисточкой, которую вы можете делать максимально мелкие детали, а получается, что вот что-то такое получается, и, ну, на самом деле, постоянно ее как-то вот так вот разрисовывать, как-то мочить. Во-первых, очень много продукта уходит, а во-вторых, ну, можно взять маркеры для бровей, и получается то же самое. Только вот такой маркер полноценный для бровей стоит порядка 12 евро, но полный формат, как бы, либо же 12-13 евро, вот такой полуукороченный формат, не знаю, обрубочек от оригинальной подводки. Поэтому, конечно, меня эти продукты немножко расстроили. Ну, чё-то, конечно, я увлеклась. Думала, дай-ка я исправлю. Исправила. Так, всё, ладно, этот глаз я оставляю. В целом, я говорю, мне нравится идея сочетания этих оттенков, прям вообще кайфую, в принципе, мне нравится, как это выглядит. Но как-то, да, первый блин, можно сказать, что комом. Ладно, давайте сейчас я быстренько как-нибудь, не знаю, нанесу какие-нибудь оранжевые оттенки, всё это дело потушую, и мы посмотрим ещё раз с вами на подводку, потому что мы её вот разочек попользовались, и что же с ней будет, если вот ей пользоваться ещё раз, как бы, рисовать на втором глазу стрелку, хотя я даже не нарисовала этой подводкой полностью на этом глазу. А я же ничего не наносила. Да, я ничего не наносила, надо нанести консилер, конечно. Наношу прям вообще нескромненько, так прям побольше набираю, немножко прихлопываю и опять же начинаю тушевать. Набираю на эту же кисть горчичный такой оттенок, жёлтенький, по границе им прохожусь. Готово! И нанесём, наверное, давайте просто сияшку пальцем, попробую жёлтую сияшку нанести без какой-либо базы. О, здесь работает, кстати, да, точно. Ого, там моргает, жесть как. В общем, да, наносится без... Это, конечно, сильно. Я, честно, её не ожидала. Хотя, с другой стороны, была молния, значит, будет гром. Ну, прикольно, прикольно нанеслось. В принципе, даже ничего не осыпалось. То есть оранжевый оттенок прям хороший, хорошего качества. В чём проблема сделать другие оттенки такими же? Я не понимаю. А в целом-то я все оттенки нанесла. Ну, давайте уж раз мы пошли в оранжевый и наберу оранжевый. Такой тёмненький, по нижнему веку просто пройдусь и будем пробовать с вами тушь. Готово! В принципе, с оранжевыми, на самом деле, можно не заморачиваться. Они очень хорошо входят в кожу. Не видно особо никаких пятен. Всё очень легко, быстро тушуется. С фиолетовыми, конечно, сложнее. Это оттенки сложнее, поэтому я сразу в них полезла, чтобы сразу понять, с чем мы имеем дело. Так, так, веду линию. Пытаюсь вести линию. Ну, давай, ведись линия, пожалуйста. Ну, ну как это? Ну, это же издевательство. Как с этим можно что-либо делать? Наверное, возможно, оригинальная подводка лучше, удобнее, потому что, опять же, кисточка больше, но... Нет, ой, точнее, ручка больше. Но дело даже не в этом, опять же. Дело в самом продукте, в самой такой маленькой кисточке. Я говорю, это её и плюс, и её минус. Либо они что-то не учли, либо, я не знаю, мне досталась какая-то просто фигня, которая уже подсохла. Но нет, ну это плохо. Ну вот здесь вот что? Вот тут особо даже и не скажешь, что тут можно сказать. Зарисовывать. Даже несмотря на то, что маленькая такая, очень супер тоненькая кисточка. Всё нормально зарисовывает. Когда всё плохо, даже продолжать дальше не хочется. Ну, в общем, вот такая креатива у нас получилась с вами. Ну, это правда, мне прям расстроила подводка больше всего. Даже не то, что палетка дороже, но это всё равно так не расстраивает. Ладно, давайте посмотрим на тушь. Здесь всё же формат получше, побольше, полегче держать, как ни крути. Но всё же можно было тоже побольше сделать, поскольку она у нас двухсторонняя. Здесь, с одной стороны, вот такая изогнутая форма. Обожаю такую изогнутую форму, это моя любимая форма. И, с другой стороны, странная форма такая, какая немножко как ёжик, такая очень явно колючая должна быть. Я пользовалась обеими сторонами. И что я могу сказать? В принципе, знаете, я не увидела ничего плохого в этой туши. Она для меня оказалась такой, ну, нормальной. Нормальная, обычная тушь, которая немножко выделяет ваши реснички. Я опять же сейчас беру такую вот сторону, которая немножко их так подразделяет, подкручивает. Другая кисточка побольше продукта самого наносит. Но в целом, в целом, эффект получается плюс-минус тот же самый. Да, немножко по-разному прочесывается. Но в силу того, что это один и тот же продукт, я говорю, эффект получается тот же самый. Что касается поноски данной туши, то я заметила, что она у меня отпечатывается. Не так сильно, как, например, Lamelle с Наталиной, как она Flash Lash. Немножко поменьше, но тоже есть за ней такой грешок. Но в целом, я говорю, эффект мне понравился. И я этой тушью и допользуюсь точно, потому что, я говорю, ну, неплохо. Она неплохо разделяет, неплохо прочесывает. Она ощущается такой немного кремовой. Опять же, меня подкупает эта кисточка. Мне просто удобно такой кисточкой прочесывать. Я не вижу никакого вау-эффекта. То есть, просто разделенные, немножко подкрученные. Можно поднаслоить. Она дает вам время для того, чтобы вы поднаслоили. Или осыпаний, в плане, именно просто как осыпаний никаких от туши я не увидела. Что касается носки, ну, она, понятно, не водостойкая. Это просто обычная тушь, которая, ну, может в любой момент потечь. Если вдруг вы там расплачетесь, либо, я не знаю, вода попадет. Или вот такой дождь, как у нас там сейчас, вы попадете. Не надо попадать в такой дождь. Это опасно. Так, ну, сейчас открыла я другую сторону туши. Попробуем просто поднаслоить. Здесь, конечно, эффект больше такой драматичный, я бы сказала, получается этой кисточкой. Потому что, да, просто продукт так больше наносится. Она такая более объемная, можно так сказать. То есть она просто реально больше наносит продукт. Другая кисточка лучше прочесывает. И вот сейчас, конечно же, появляются немножко комочки. Но все же, все же, смотрите, какая хорошая драма на глазах. То есть если вы любите такую драму, а я такую драму, например, люблю, поэтому я буду пользоваться этой тушью. Даже несмотря на то, что реснички выглядят чуть-чуть как палочки. Но при этом это достаточно аккуратные палочки. Бывал, на самом деле, намного хуже. Так что я могу сказать, что тушь меня не расстроила. Но сказать, что я хочу повторить покупку, да, наверное, нет. То есть мне явно вот этого пробника хватит, чтобы ей напользоваться, чтобы ей как бы, ну, в принципе, попользоваться. И сказать, что, да, я вот пользовалась тушью от худой бьюти. Давайте я сейчас умоюсь, сделаю что-нибудь за кадром адекватное. И с вами уже обсудим все, что здесь произошло. Ребята, зверек на месте, зверек дома, прибежала с дикими бешеными глазами, но при этом, посмотрите, она совершенно сухая, там был ливень ужасный. Значит, кто-то просто отсиживался где-то, ждала просто момент затишья, когда можно будет прорваться домой. Конечно, пришли мы, сели на постели, будем мыться на постели. Ну что, ребята, мой макияж готов, и давайте обсудим все, что здесь сегодня произошло, в том числе мой третий макияж. Предлагаю, собственно, и начать с палетки. И знаете, я в какой-то момент поняла, что я совершенно вам ничего не сказала про оформление этой палетки, потому что оно, на самом деле, любопытное, и его приятно, знаете, просто держать в руках, как-то потрогать, потому что это все прорезиненная такая вещь, здесь такие вот выпуклые 3D-буквы, плюс вот эти буквы худой бьюти тоже, они такие очень тоненькая резина, очень мягкая, и вот те, что оранжевые буквы, они как будто бы не такие марки, как, например, фиолетовый. На фиолетовом, конечно, видно весь мусор, я уже пыталась ее несколько раз протирать, буквально сегодня перед видео, ватной палочкой, я там что-то пыталась протереть, но в итоге, конечно, какие-то волоски, какие-то там блесточки, все это вседает, но это как-то пока что в глаза не бросается, и слава богу. Так, что по качеству этой палетки? Нет, давайте сначала скажу про макияж, мой сегодняшний честно. Я сегодня с ней как-то не так подружилась, как в предыдущие разы, когда я ей красилась. То есть, возможно, я сегодня как-то пыталась немножко сделать сложнее, знаете, бывает, можно сделать проще, но лучше, но мне хочется сделать сложнее, получается, ну, так себе. И с этой палеткой, наверное, так и нужно поступать, брать за основу какой-то один матовый оттенок, немножко его оттушевывать, добавлять, возможно, какой-то оттенок потемней, наносить яшку, и вот такого плана макияжа с ней годятся, если вы хотите с ней делать что-то сложнее, там, не знаю, какой-то каткриз нереальный. Можно, но сложно, серьезно, сложно. Вот и сегодня я попыталась сделать что-то, знаете, вообще идея была такая, нанести сюда прям фиолетовый, чтобы именно было и фиолетовый в складке, плюс сиреневый в тушевке, чтобы этот сиреневый фиолетовый плавно входил в персиковый оттенок, чтобы бликом был оранжевый, и у основания был прям такой вот горчичный желтенький оттенок. Но что-то как-то не так все это выглядит, честно говоря. Стрелку, что я делала со стрелкой, я нарисовала сначала подводкой стрелку фиолетовую, потом пыталась обвести ее снова маркером. Ну, что получилось, то получилось. Получилась какая-то двойная стрелка. Ну, собственно, вы, в принципе, все увидите. Наклеила ресницы, прокрасила я ресницы, конечно же, тушью. И, ладно, давайте уже поговорим про качество. Качество матовых абсолютно такое же, как и в предыдущей девятке, которая у меня была. Они нормально наносятся, в принципе, они тушуются. Фиолетовый, конечно, сложнее, но хороший, достаточно лавандовый. Но это не такая пигментация, наверное, за которую можно отдавать 29 евро. Серьезно, ну, то есть нет. Ну, взять по скидке, наверное, можно. Ну, где-то за 23 вот она продавалась в Дугласик. Господи, за 23 евро я могла ее взять. Ладно. То, наверное, еще я скажу, да, потому что здесь есть хорошие персиковые оттенки, есть лавандовый, с которым тоже, в принципе, вы можете что-то сделать. Сложный фиолетовый, но, в принципе, если в набивочку, то можно его нанести, главное, сильно не тушевать. И что касается сияшек, я поначалу, ну, знаете, я пробовала вот эти фиолетовые в основном, и они лучше по качеству, нежели, например, вот этот, который с такими оранжевыми вкраплениями. Он почему-то плохой, ну, как вот, в принципе, и здесь начинает постепенно замыливаться, но здесь все же качество еще хуже, нежели в этой палетке, потому что тут, ну, вообще, прям почти не набирается вот этот вот полосатый оттенок. Также вот этот оттенок тоже практически не набирается. Здесь еще он набирается, возможно, потому что она просто новая. Те, что по центру два оттенка находятся сияющие, они, в принципе, нормально набираются, то есть они реально мягкие. Фиолетовые похуже, оранжевые вообще просто классные. Почему нельзя сделать все такие? Вот я не понимаю, искренне. Здесь тоже есть два оттенка, которые, ну, просто отлично наносятся, все с ними хорошо. В чем проблема? Я совершенно этого не понимаю, потому что, мне кажется, цена достаточно высокая, учитывая, что тут всего 9 оттенков, и можно было действительно, ну, сделать просто, чтобы они хотя бы были мягкие, хотя бы, чтобы пальцем наносились. Я вот о чем говорю. Вот этот оттенок еще, ну, куда не шло, ну, конечно, как я уже сказала, вот этот самый-самый проблематичный. Оранжевый мне понравился, вообще классный. Ну, как классный? Ну, нормальный, красиво сияет, хотя, я говорю, за 29 долларов, евро, неважно чего, мне кажется, можно найти палетку либо побольше, либо покачественнее, но поменьше. Я об этом уверена. Что касается подводки, да, нормальная подводка, просто, блин, ну, разводишь тени, рисуешь, нормально рисует, мне просто нечего сказать, она, конечно же, не стойкая, достаточно четкая линия получается, ну, блин, а с другой стороны, это просто как, ну, краски, ну, по типу красок. Я, в принципе, этим пользуюсь, мне нравится, у меня появилась фиолетовая подводка, почему нет, не тинтуют, и, в принципе, все, у меня больше претензий нет. Но сказать, что я могу вам ее рекомендовать, наверное, нет. Наверное, если только у вас есть лишние деньги, вам их не жалко, то есть в том плане, что для вас-то как-то, ну, не больно, не бьет по кошельку, тогда, да, спокойно покупайте, если вас, опять же, устраивает сетовая гамма, потому что у меня, правда, с ней получался классный макияж, и мне нравилось, и получалось прикольно. Видимо, сегодня как-то вот так вот звезды сошлись, оно бывает, правда, бывает. Иногда берешь палетку и просто, ну, вот ни с какой палеткой ничего не получается. По румяну, мне кажется, я по румяну все сказала, и про стойкость, и про то, как они сидят, вот сейчас они до сих пор на мне, как бы они со мной, они никуда не делись. Мне нравится цвет, качество румяна, именно вот кремовых румяна, это, наверное, одно из самых лучших, которые у меня есть, потому что, опять же, самое главное для меня то, что они не залипают. Вы можете их гонять по щекам, сколько хотите, растушуете, и все будет красиво, хорошо сидеть, выглядеть, поэтому только лайк. Но тоже лучше берите по скидкам, в Дубусе всегда есть классные скидки. Ну, и про подводку с тушью, ну, тушь еще, ладно, кстати, по части туши, я не такая расстроена, потому что я могу сказать так, она лично, по моим ощущениям, лучше, чем ламель флэш-флэш, потому что все-таки ей у меня получается лучше причесать ресницы, прочесать. Не так сильно я пачкаюсь этой тушью, хотя она тоже достаточно много туши наносит. И, в принципе, эффект меня тоже устраивает, то есть у меня к этой туши тянется. Рука мне нравится, как реснички разделенные, да, они такие тоже немного кремовые, и их можно потом еще как-то пальчиком подгибать, потому что они такие, ну, как пластичные, что ли, остаются, не застывают какие-то каменные такие ресницы. И, да, этот тушь у меня немного отпечатывался в течение дня, то есть есть такой момент, но флэш-флэш отпечатывался еще больше, так что, в принципе, опять же, я говорю, для меня это, ну, проблема, но я с этой проблемой уже привыкла жить. Ну, про подводку, ребят, ну, что я скажу? Это плохо. Я говорю, либо это такой пробник мне попался, буквально это пробник, которым просто супер неудобно рисовать, у которого просто какая-то немножко рваная такая линия получается, она подсыхает, и вы просто не можете с ней ничего нарисовать, она слишком тоненькая, поэтому, ну, и только нет, нет, нет. И, возможно, если вы пользовались какой-то, ну, полноразмерным, полноразмерным вариантом, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, возможно, у вас не было такой проблемы, возможно, только проблемы вот таких вот маленьких вариантов, но мне кажется, что нет, скорее всего, проблемы именно в кисточке. Потому что как-то они не продумали тот момент, что продукт очень долго поступает вот в этот кончик, и она подсыхает, и линия получается рваная. Либо, опять же, слишком короткая. Вот как-то так. Что вы думаете про все, что сегодня здесь произошло? Вроде как у Худа, кстати, еще выходит консилер. Я уже видела, кажется, одно или два фото. Не знаю, вышло еще или нет. Я бы, конечно, на самом деле очень хотела бы попробовать пудру, тон от Худа. Вот если выйдет консилер, почему бы нет? Ну и, наверное, пока что бронзов и румяна. Эти glow wish, по-моему, они как-то так называются. Очень бы хотела, но как-то дороговато все это дело стоит, поэтому жду акций. Потому что, блин, ну серьезно, на ходу в Douglas, ребята, мы не тоже с Douglas, если он у вас есть. Серьезно, там реально классные скидки бывают. Я вот как бы, да, вот так вот я в очередной раз облажалась. Ладно, спасибо, что смотрели это видео до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, потому что, опять же, там я немножко чаще, немножко больше, чем где-либо из социальных сетей. И мы с вами совсем скоро увидимся, буквально в моем следующем новом видео. До новых скорых встреч, всем пока!